Привет, друзья! Почему у меня книги, например, которые я делаю, и в некоторых из них не только методики, но и картины, и стихи, и новеллы? Ну, это у меня такая традиция, я это начинал давно, и мне вначале говорили в издательствах, так же не делают, у вас какой-то винегрет получается. А теперь делают, оказывается. Я когда начинал это делать очень давно, им было это непонятно, непривычно, они говорили, надо по названию книги, именно то, что вы там название сказали, причём тут картины, например. А потому что я ими сопровождаю, как иллюстрациями, свой внутренний мир, свой внутренний мир и художника, и учёного, который наукой занимается. У меня все методики проверенные, они все официально признанные. Даже в учебнике стоит синхрогимнастика по методу ключ для 10-11 классов. Я вам хочу сказать, вот сейчас мне чаще-чаще обращаются ко мне родители, они говорят, а как нам дать это детям, у вас такой хороший метод, вот мы, говорит, вашу синхрогимнастику ключ делаем, и я даже вам могу прочесть, там один мне человек такой написал, что просто, ну я от гордости могу плакать, потому что не зря живу. Он такой там написал, что теперь он и спит хорошо. Да, и решил много душевных проблем, и восстановил много личных отношений, гармонизировал ситуацию в себе и вокруг себя. И спрашивает, ну если это так просто, почему люди этого не делают? И вот там момент такой, а как детям передать? Вот как детям передать? Ну я в первую очередь советую, ни в коем случае нельзя насильно их заставлять заниматься чем-либо. Дети должны расти, у них должно быть детство. Они должны заниматься любимыми делами. Это понятно, что в детстве надо формировать у них навыки. Они научили чистить зубы в детстве, поэтому они на автомате всю жизнь чистят. Они научили мыть руки и чистить зубы. Они потом, когда вырастут, трудно их потом чему-то обучать. Понятно? Навыки, навыки. Ну чтобы вот по методике ключ детям, ну в первую очередь, конечно, надо самое простое. Не насильно. А просто вы делаете при детях, хлёст делаете, шалтай-болтай делаете, лыжника делаете, потягушеньки делаете. Время от времени говорите, ой, как хорошо. А они дети смотрят, они же повторяют потом. Даже вы, может быть, и не знаете, а в соседней комнате ребёночек, он начнёт, ой, как хорошо, как хорошо. Но я рекомендую детям, если там, допустим, 10 лет, 11 лет, 12 лет, уже можно подсказать хлёст. И не забывайте, когда подсказываете название упражнений. Потому что я, например, упражнение «Хлёст», я думал, 5 лет, как его назвать. Потому что это же как и в йоге, там же все упражнения имеют свои собственные названия. И тогда школа развивается, потому что один передаёт другому, тот передаёт следующему, а ключ передаёт во всём мире. И бывает часто, что передают, например, тот же самый хлёст. А потом я его вижу на сайтах по медитации. И даже никто не сказал, что это из нашей школы человек будущего, хомофутурус. Мы из нашей школы много передаём приёмов. И для зрения, и для того, чтобы человек лучше спал, и для того, чтобы лучше сочинял стихи. В каком смысле? Он и так поэт. Он не потому лучше сочиняет стихи, что я его учу писать стихи. Нет, ни в коем случае. Я учу его восстанавливаться, когда он потерял свой, условно говоря, дар, опять восстановиться с помощью приёмов ключа. И опять обрести свой собственный дар и талант и писать стихи лучше. Ну, конечно, чтобы тот провал, который у него в жизни случился, та депрессия или та неприятность, та трагедия, которая, не дай Бог, была, послужила ему трамплином, опытом, а не сокрушила его напрочь. Очень много людей мы восстановили с помощью метода ключ. Я даже их не буду называть, перечислять там и великие имена, книги, которых миллионными тиражами издавались. Да, потом как-нибудь скажу. А теперь слушайте меня внимательно. Видите, картина? Да. Она и этот гномик, у них любовь. У них любовь. Это разные миры. Видите, звёздное небо между ними. Ну, как же, крутая картина, правда? Да. Но это же надо иметь такое состояние, чтобы до этого додуматься. Когда вы раскрепощаете, снимаете нервно-мышечные зажимы и начинаете мечтать и фантазировать, а это самое главное – фантазировать. Да, и когда вы раскрепощенные, фантазируете и верите в себя, что вы имеете на это право быть самими собой. Вот мы и с Романом Газенко недавно говорили на эту тему. Что же лежит в самом человеке, когда он придёт к самому себе до самого конца? Когда он снимет все страхи, зажимы, шаблоны мышления? Когда он снимет освободиться, раскрепоститься, раскрепоститься и выйдет на самое себя, что там лежит в основе? И Роман сказал – творец. Да, ну Бог и есть творец. Творец в человеке лежит, в геноме его, в его основе. Потому что ему мешает быть творцом в жизни реальной, что в детстве его насаждают. Разные, может быть, неправильные отношения к самому себе, неправильные отношения к людям, неправильные отношения к жизни. Бывает, 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 не у всех, но бывает. Поэтому и войны происходят, поэтому и конфликты происходят от ущербности людей, которые заправляют миром. Ну так получается, ну что тут сделаешь? Ну поэтому нам нужно просто понимать, что если у нас есть гармония с собой и с миром, то, естественно, уменьшается потребность в лекарствах. И люди становятся здоровее. Потому что они болеют, потому что они забывают, что они боги. Что они творцы, они забывают об этом. Что они творцы. А чтобы сохранять себе чувство, я творец. Люди поэтому напиваются, например. Вот он напьется, ему море по колено. И он говорит, я, я, я. Наконец ему позволилось быть на какую-то секунду я. Понимаете, в чем дело? В солнце же он не всегда приветствует ваше желание заниматься любимым делом, открывать свои таланты. Потому что вы вынуждены выживать. И теперь я вам скажу главное. Откуда берется та энергия для творчества, если вся мозговая энергия затрачивается на выживание? Потому что страх, когда инстинкт самосохранения включается в условиях неопределенности. И если это неизвестно, если длится долго. Вы там как солдат, мобилизованный на фронте, все время ищите, как удержаться, как сохраниться, как не умереть. Как, чтобы инфаркта не было. Как детей накормить. Как крышу постели, застелить там. Или еще чего-то. Чтобы не протекало. Главное, чтобы вот это не протекало, крыша. Главное, чтобы вы с головой дружили. А чтобы не сорвало, чтобы не было взрыв мозга, надо знать метод ключ. Как подбирать самые простые действия, синхронные вашему текущему индивидуальному состоянию. Не дяде Пете, не тете Маше, а вам лично. Это очень важно. Это очень важно, потому что вы творец. Помните, пожалуйста, об этом. Вы творец. И в Библии же ведь это написано. Но кое-кто забывает. Там написано. Решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Вы творец. Вы творец. И вся энергия мозга затрачивается на борьбу. А чтобы освободить энергию для творчества, чтобы вы могли любить, созидать, сотрудничать. Вам нужно просто найти действия, синхронные вашему состоянию. И поэтому пока психологи искали, как подобрать слова, чтобы достучаться до человека. Я тогда придумал, как подобрать действия, синхронные его состояния. В этом небольшая разница. Потому что я занимался выведением людей из острого стресса, из шокового стресса. После терактов. Когда психолог не может до него достучаться, потому что человек просто так шокирован этим стрессом, этой трагедии, что он психолога не слышит. И тогда я додумался подбирать действия. Там думать не надо, слышать не надо. Надо просто подбирать. Я вам в следующем ролике расскажу, как это происходит. Таким образом я создал метод-ключ на основе моделирования состояния невесомости у космонавтов в земных условиях. Когда я группе космонавтов предложил, летающих невесомость, я предложил вспомнить, какие они испытывали ощущения. И когда они вспоминали, у кого-то рука всплыла, у кого-то нога, и кто-то в этот момент сказал, ой, у меня голова перестала болеть. Так были созданы первые приемы. Потом я другой группе сказал, а вы представьте себе, что рука всплывает, или что они расходятся. А у него тоже усталость прошла, и зуб перестал болеть. И тогда были созданы первые приемы. А потом, когда я выводил людей из соковых состояний после тарахтов, я увидел определенную единую природу этих процессов. И потом я это увидел, когда я смотрел, как Кашпировский, он занимался в большом зале, там тысяча людей, и там всегда найдется 30%, которые легко входят в транс. Я видел, что он им не говорил двигать руками. Он им говорил, вы будете здоровы, здоровы, здоровы. И они пришли с этим ожиданием, и в этот момент, когда они сосредоточились, глядя на его глаза, зафиксировались, в этот момент кто-то сидел и начал вот так делать. Так вот оно, помните теперь, спонтанный танец Сигун, да, танец Шамана, как он трясется, трясется, а потом начинает делать какие-то движения, и хохот Шамана, помните, да? На разных видео есть. Я увидел в этих разных видео одно и то же, что по существу вот эти спонтанные движения у зрителей Кашпировского, они включаются, когда у них возникает вот это состояние глубинной невесомости, глубинного состояния покоя, безмятежности. И сопровождаются вот этими действиями, ровно так у космонавтов, которые моделировали состояние невесомости, ровно так же, как в Цигуне есть спонтанный танец, потому что он делает упражнение от Цигун, раскрепощается в какой-то момент, выходит на состояние, когда тело начинает подсказывать действие, само тело подсказывает, получается, танец. И Шаману. Вот представьте себе, разные области жизни, один и тот же механизм. И когда вы посмотрите этот ролик, вы поймете, что детям просто, когда вы хотите посоветовать приемы ключа, во-первых, не забывайте их название, дайте им всего три упражнения в начале. Скажите, хлёст – это механическое движение, оно лёгкое. Почему хлёст? Потому что руки бросаете, как верёвки, свободно, не задумываясь. Думайте при этом, о чём думается, а не о том, как их бросать. В синхрогимнастике другой вектор внимания. Если в обычной гимнастике внимание направлено на качество выполняемых упражнений, и в йоге так же. А в синхрогимнастике новый вектор внимания – на решение волнующих вопросов. Ну, не нарушение в прямом смысле слова, а именно думая, о чём думается в этот момент, о том, что тебя волнует. И в это время делаешь хлёст. Другой вектор внимания. Или лыжник. И пусть подбирает то, что ему приятнее. Это же очень легко. Это шалтай-болтай, а вот это лыжник. Да, это очень простые вещи по 5-10 секунд. Вы скажите ребёнку, допустим, от первого или второго класса школы. Сделай вот это вот. Сделай лыжника. Сделай шалтай-болтай. Да, это будет легко. Никаких трудностей там нет. Там не надо сосредоточиться на качестве выполняемых упражнений. Ещё раз повторяю. Там новый вектор внимания. Думай, о чём думается. Если ребёнку предстоит экзамен, он думает же об этом. И лучше сдать экзамен. Друзья, ещё раз посмотрите на эту картину, потому что я в следующем ролике поставлю другую сказочную картину. Я её уже дорисовываю. А ещё в одном из роликов я вам прочитаю своё стихотворение последнее. Недавнее. А ещё в одном ролике я вам дам опять полезные приёмы. Я вам не зря сказал сегодня про Романа Газенко. Это не простой человек. Это не просто психолингвист. Он мне подсказал, как говорится, «Зри в корень». Я об этом говорю всё время. Что человек – творец. Что надо просто снять шаблоны, перенос глаз убрать и шоры. А для этого нужно использовать ключ. Да. А у нас вебинар будет с Романом Газенко совсем скоро. И мы сделаем объявление. Так что, друзья, готовьте слова. Вот мне прекрасный коммент написали. И там спросили, «А можно слово-слово расшифровать?» Я передал Роман. Так что пишите комменты, и он будет их просматривать, ваши комменты. Я там ставлю сердечки всем, что я просмотрел, что я видел. Да. И он будет смотреть, видеть и отвечать на ваши вопросы. До встречи. Спасибо. До встречи.